И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвен, башня времени, наша мадам, оставшаяся в одиночестве после испытаний, которые нам тут уготовили, и скорее всего, махач с конструктами, потому что если персонаж говорит то, что, ой, надеюсь, махача не будет, он будет. И как бы, угу. Я надеюсь, что он будет хотя бы примерно как у Мэйв, не очень жопоразрывающий, в крайнем случае у нас есть новая кольчужка. Что это такое? Процентики подскакивают, очки здоровья не считаются, регенерация здоровья чуть-чуть вырастает, увеличение силы навыка просто в минус, но это можно накинуть. Увеличение здоровья маны добавляется. Ну, в принципе, это как все то, что стоит сейчас у меня, только получше. Чуть-чуть. Вот прям, вот прям совсем настолько чуть-чуть получше, что стоит ли это считать. А вот чародия, говоришь, ну давай, давай, ладно. Когда дерешься в одиночку, я думаю, хуже-то не будет, если парочка процентиков где-нибудь, что-нибудь там будет, это самое, ой, все, уводится куда-нибудь. Восстановлю-то Азушку в секунду. Вообще, кстати, вот это неплохая вещь. Особенно, когда вопрос стоит выживание в одиночку. А изначально у меня что там стояло-то? Урон от навыков, да? 64. Либо регенерация здоровья, но вдруг вот этого хватит. Ну, я вряд ли. Я вряд ли. Я вряд ли сомневаюсь. Я сомневаюсь, это вряд ли. Хорошо, а что еще тут есть? Броня на 15 процентов. Ну, либо также поставить урон от навыков, что довольно важно для нас. Либо убивать не так быстро с помощью навыков, но зато жить подольше, да? Давай пока поставим это, тем более он жрет вот этот скилочек, точнее пассивочка. Всего три штучки, а эту хреновинку мы всегда успеем поставить, тем более, что здесь шесть. Как-то немножечко пожить хочется просто. Штучки. Так, еще одна кнопочка. Блин, так ты определись, включать мне тебя или выключать. Может, все выключить надо, и тогда реально... Вот та аура, которая закрывает портал, она отожмется, скажем так. Так, я вижу свиток. Сейчас, давай пойдем все-таки нажмем на эту кнопку. Ой, нет, она была далеко. Она была же вот тут. Ой, блин. Тюрьма. Вот что делать? Такое ощущение, что реально их нужно было отжимать, возможно, каким-то образом. Ну хотя вот, пойдем вот эту отожмем. Как раз мы сейчас идем по кругу, наверху мы туда вернемся явно. Там будет проще отжать, а вот здесь опять по этим коридорам бегать будет не так приятно. Все, выключаем матрицу, нафиг ее бяжем. Что-то там внизу жопа какая-то. Стречная. Ой, смотри, играть что-то опять начинаешь, да? Не так, как в прошлый раз, конечно. Но там были отягощающие обстоятельства. За свои маны. 5% нанесенного урона превращаются в очки маны. Это, в принципе, магам можно вот это вот накинуть. В качестве зачарования. А регенерацию маны на предметах просто переделать в регенерацию здоровья, и тогда будет просто комба. Борон делает шаг вперед, готовый к испытанию. Борон, ты принесешь свою гордость в жертву ради блага своего народа? Разумеется, я дам свою жизнь ради него. Нет, быть верным себе, да неуважение буду. Лишь если моя жертва не будет напрасной. Сложно. Подстава. Но вообще, если опираться на... Борона как такового. Скорее, первая, чем последняя. Вторая, что-то парашка какая-то страшная. Знаешь, мне нравится. Да, нет, наверное. Вот эти варианты, конечно. Лишь если моя жертва не будет напрасной. Ну, логично на самом деле, потому что... А прикинь, мне потом скажут, у тебя было больше всего третьих вариантов ответа. Ты сомневаешься. А раз ты сомневаешься в себе, мы будем сомневаться в тебе. И как бы... Иди ты в жопу, короче. Давайте попробуем. Да, типа, разумеется, ради народа отдам жизнь. Ага, а потом сейчас, короче, прикинь. Ты можешь помочь своему народу. Либо продолжить свой путь к одну башне. И ты такой, это твою мать. Ой, бляха. Ну вот не люблю вот такие варианты, конечно. С другой стороны, если ты продолжишь идти к дну башни, это тоже в интересах народа. Потому что, если ты не пойдешь к дну башни, и не сделаешь дело, ну, как бы твоего народа не будет, потому что все умрут нахрен. Давай попробуем быть категоричными. Интересно даже. Во идее, двери будешь осужден. Борн проходит через дверь и оказывается в зале, который он знает, как свои пять пальцев. Великий зал его дома, где хранится камень Аркона. Или Аркон, как он там был-то? Пусть он выглядит как из густых света, а не физическая форма, Морозник не сомневается в природе этого видения. Это не иллюзия. Ты видишь перед собой камень Аркона Морозников, находящийся за тридевять земель. Рядом с огромным камнем в воздухе открывается одна из другой черной дыры. Из них выходят доселе невидимые конструкты. Механические существа собирают огромный металлический молот в три раза больше самого Борона. Эти конструкты Арганта нападают на твою столицу, стремясь уничтожить камень Аркона навсегда. Никогда мой народ будет защищать камень Аркона до последнего вздоха. Это уже зависит не от них. Основная оборона Морозников сражается в другом месте, и этих конструктов некому остановить. Уничтожение камня лишь вопрос времени, если только ты не вмешаешься. Лишь попроси, мы перенесем тебя в этот зал, а ты будешь сражаться. Только ты можешь защитить коллективное сознание своего народа. Но эти конструкты не отступят. Тебе придется отбросить все свои сомнения в необходимости насилия. Ты пожертвуешь своими идеалами, миролюбие которых ты придерживался ради своего народа. Страх и гнев переполняют Борона. Камень Аркона — все для его народа. Все для его народа, но его отрицание насилия — все для него самого. Но он только что сказал то, что я все сделаю для народа, поэтому уйдем махаться. Если Аркон падет, то так-то мог быть. Ага, конечно. Камень Аркона не должен пасть. Немедленно отправьте меня туда. Как тебе угодно. Комнату покрывает ослепляющий свет. Не способный отличить вверх от низа, Борон падает на колени, чтобы сохранить равновесие, закрывая глаза руками. Секунду спустя свет угасает, и великан окружает прохладный каменный зал. Когда Борон опускает руки, конструкты замечают его присутствие и нападают. Моя жопа. А интересно, кстати, если я погибну в этом бою, мне его надо будет делать заново? Весь этот бой? Ой, музей-то хоть хорошее. Или как-то это самое. Или это испытание. Главное мой выбор, а не то, что я там выживу, не выживу. Это ж типа не совсем по-настоящему. Ну, хотя нет, это по-настоящему. Черт, как все плохо. Что-то я дохренал, если честно. Мне это не нравится. Но они такие, видишь, у них не очень много хапулечек. Как будто бы, ну, как бы символично было, чтобы ты точно не помер. Ну, пока нормально. Может быть, кстати, сложность этого боя будет зависеть от того, как ты ответишь. Потому что, например, ты ответишь, да пошли бы они в жопу, и все равно потом кинешься защищать камень. Бой будет одной сложностью. Если ты скажешь, да, я не знаю, как по-идиотности, жертва не будет напрасной. И как бы ты не уверен, да? Ну, ладно, так уж и бы, спасу этот долбанный камень. А когда ты отвечаешь, ну, то есть, изначально, то, что, конечно, я все сделаю, все, что надо, и ты это делаешь. И они как бы такие, ну, окей, слушай, человек, прям слово, честь. На тебе парочка таракашек, которые будут делать вид, что они тебя убивают. Было бы интересно, кстати, если бы сложность боя менялась от этого. Прям такая, знаешь, подставочка легкая. Не знаю, насколько честно, если честно, если честно. Но, в принципе, в этом что-то есть. Ну, вообще, конечно. Интересные у них тут испытания. Хорошие девы и испытания интересные. Так, их целых двое. По два на каждого, смотри. Сейчас они сойдутся, смотри, смотри, смотри. А-а-а, лошары. Мочи их, нахрен. Кидай. Просто разорвал. Красавчик. Как и не было, вообще. Так, кто там еще вылез? Давай, Борн, ломай их. Его. Хе! О, ковырялка. О-о-о! Охренеть, а что так хорошо-то, на первый взгляд? Может, это как раз-таки, опять же, награда за максимальную отдачу? Максимальное соблюдение своих же вот этих вот устоев. Слушай, но... Из того, что я помню, что стоит у Борна, по-моему, это очень хорошо, на фоне того, что там стоит. Единственное, что здесь воздух, а там, по-моему... Тьма или что-то такое? Ой, пустота, вернее. Не знаю. Разлом в пространстве и времени. А вот-вот-вот, а вот там вот все еще... Закрыто или нет? Хоть беги, ты проверяй ее, ей-е-е-е-е-богу. Я думаю, мы сейчас можем это сделать. Так, где я? Стоп, а я свиток там взяла? Забыли. Взяла, взяла же врагу, да? Вот он тут был. Ох, красиво. Ой, ну ладно, пойдем. Забавно, конечно, то, что... На девчонку вообще ничто не влияет. То есть, ни эти испытания ее не касаются. Ни наше влияние на остальную партию. Ой, бляха, ну конечно, кто бы сомневался. Ой, ну давай, давай. Кейла резко останавливается. Перед ней несколько механических конструкторов блокирует проход. Не будучи уверены в своих силах, она делает несколько шагов назад, затем останавливается, хватает свое оружие и готовится к бою. Нападайте, машины. Я вас только понастроила, посмотрим, насколько хорошо у меня получается вас уничтожать. Знаю я одну такую тоже женщину, которая многое на себя брала. Джилл звали ее. Ой, вот эта арена. Что эти ребятки себе представляют? Башня огненных стрел. Можно стоять на месте и встречать их тут. Не попадая под башню. Ни на сколько это возможно. И сюда сингуляшку кидать. Так, давай. Кьюшка. Ах, сранька какая. Ой-ой-ой. Больно. А урон-то не как у Мэйв. На секундочку. Прям вообще ни разу не как у Мэйв. Можно быстро бегать, конечно, от них. И лечиться в процессе. Ну, че это такое? У меня, по-моему, проблемы будут сейчас. У меня, по-моему, очень большие проблемы. Бей их. А я же ей тапки-то сделала на восстановление АЗшки, да? Че-то я чувствую, мне это не поможет. Урончик бы ей, конечно, повеселее. Ну, а не так, видишь? Прям толпой совсем не нападают. Спасибо и на том. Можно вот так вот сделать. Цепляет. Нет, слушай, мне не нравится. Бежим нафиг отсюда. Так, вот так вот делаем. Да, господи. Найс. Потихоньку, помаленьку, не спеша. Ускорение. Если они, в принципе, продолжат идти вот примерно таким вот образом. И не бить желательно вот таким вот образом. Это в принципе. Ух. Ну, отвали, блин, от меня. Нормально. Криточки у нашей девчоночки, конечно, помощнее, чем у Мэйв. Ну, мы берем пустотой. Башню потом в конце будем заковыривать. Она, в принципе, вообще не мешает. Этого подождем. Сюда красиво встанем. Вот так вот сделаем. И раз. Стрел просто. Сколько урона? Кидать? Кидать бомбу или не кидать? Так, там мелочь какая-то идет. Ой, две мелочи. Ой, бежим нафиг отсюда. Не нравится, не нравится, не нравится ситуация. Да-да-да. Я в таком же шоке, кошка, не поверишь. Давай, 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 подходи. Не, живем нормально, смотри. Даже несмотря на то, что. Вот так вот сделаем. Все. Еще и в клеточку поставим. Хотя нет, они все равно будут притягиваться. Ой, 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 плохо, 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 плохо. Не, регенеражка вроде покрывает, не знаю. Отгори бай. Беги. Так, ну либо башня покроет последние 14 процентов. Либо я прям не занимаю. Ну вроде никто больше не идет. Угу. Перчутки. Ничего, кстати, такие, несмотря на то, что зеленые. Ой. В смысле? Алло! Шепот делает шаг вперед, готовый к испытанию. Ой, вот-вот-вот насчет нее я вообще не уверена. Шепот, кому принадлежит твоя верность? Я поклялась быть верной повелителю щитоносца и лучницы. Моему народу. Блин, а вот с ней вообще как-то очень непонятно. Вообще она народу должна быть... Как бы немножечко верна. Немножечко. Верность королевы принадлежит лишь ей. Ну вот это в ее духе. Давайте откровенно. Я поклялась быть верной. Я не помню, кстати, клялась ли она быть верной. Повелителю щитоносца и лучницы. Ну там она, да? То, что я буду с вами ходить так, что будет. Ну прям... Сейчас опять поставят выбор между тем пройти вниз куда-нибудь там. Или еще что-нибудь сделала для народа хорошего. Ну давай... Я поклялась. Что будет стоить слово... Пезанца какой-нибудь, если даже королева свое слово не держит. Ну будем из этой... Из этого чего-то выводить какую-то мысль умную. Посмотрим. Шепот заходит в абсолютно черную комнату. Единственный источник света – небольшой предмет, парящий в центре комнаты, объятый слабым фиолетовым пламенем. Когда мистик подходит, огонь загорается сильнее, показывая, что предмет – это книга в кожаном переплете, окованная черным железом. Книга потерянных теней? Именно. Мы давно нашли эту книгу. Опять искушают на нижних этажах башни. Знание, которое таит в себе эта книга, трудно оценить. Мы думаем, что тебе они покажутся поучительными. Говорят, секреты этой... С другой стороны, она пять минут назад кричала, «Это же куда вы делили наших друзей?», что было вообще максимально странно для нее. Так что, в принципе, может быть, у нее что-то где-то щелкнуло в какой-то веке. Говорят, секреты этой книги сделают того, кто ими владеет богом. По твоим стандартам это подходящее описание. Шепот все ближе, подходят к книге, от чего пламя загорается все сильнее. Вместе к ней чувство и ни капли страха полностью заворожена могуществом книги. И какую цену должны заплатить королева теней за этот дар? Если книга настоящая, то она, разумеется, стоит дорого. Книга твоя. Тебе лишь нужно взять ее. Но когда ты это сделаешь, один из твоих товарищей умрет. Высокая цена. Если только это не тупой коротышка. Можно я выберу гнома? Куда вы дели наших друзей? Ну, гном можно, в принципе, насрать на него, да? Когда ты возьмешь книгу, жертва будет выбрана случайно. Выбор за тобой. В отличие от других героев, представших перед выбором, шепот пытается дистанцироваться от вашего влияния. Ее разум чистый, а навыки впечатляют. Если бы не ваше усиленное состояние, она, скорее всего, могла бы полностью отрезать вас от своего разума. Но об этом стоит подумать позже. В данный же момент вашего влияния ей не избежать. Вот как интересно получается, уже не первый раз об этом думаю, по сути, испытания не наших компонентов, а нас, потому что мы на них влияем. И эта фраза, в общем-то, лишь в очередной раз доказывает это. То есть... Нас, нас, именно нас, чувака, который сидит на троне, и нас, как игрока, тестируют, а не вот этих человечков. Они просто инструмент. Повод, знаешь, вскрыть истинный мотив этих засранцев энергетических. Забрать книгу и отдать одному из членов отряда умереть. С другой стороны, не знаю, вот опять же, есть здесь двойное дно? Вот, например, персонаж хочет поступить так-то, так-то, ты ему не позволяешь это делать. И, получается, ты влияешь на них. А нам говорили ранее то, что тебе придется управлять ими. Может быть, кстати, в этом-то испытание и состоит. Будешь ты... Либо они врут, и то, что... Если ты возьмешь Семку, там, в настоящем, там, в будущем, еще в какой-нибудь город, там, пойдет, а на самом деле ничего этого не будет. И они просто таким образом... Ну, как бы, не знаю, что они там пытаются создать какую-то иллюзию того, что ты сделал все верно. А на самом деле, вся суть здесь в том, что будешь ты ими управлять или дашь им волю. И, возможно, в какой-то момент, если ты не будешь ими управлять, они сами сделают выбор, который ты, возможно, сделал бы. То есть правильный. То есть я пойду ко дну, там, вот это вот... Этой чертовой башне сделаю дело. Вот. И на самом деле, прикинь, первый выбор решает... Это, наверное, вряд ли. И, как бы, очень сложно было бы. Но прикинь, если выбор персонажа... Это именно первый выбор, а вторым... Это ты уже решаешь. Сделают они, как ты скажешь. Или ты дашь им волю. И они сделают выбор в соответствии с тем, что ты сделал... Что ты выбрал в первом варианте, в первом вопросе. О, это была бы многоходочка. А потом они мне, короче, предъявят то, что ты ими управлял, ты им не доверяешь. Вот это будет подстава, конечно. С другой стороны, я это делаю не ради себя. Я это делаю ради мира, чтобы его спасти. Правильно? Ну, так. Так что... Опять же, если так уж вышло, если в первом... Допустим, да, в первом пункте я выбираю, чтобы сделал сам герой. Каждый отдельный, да. А потом я делаю навяз... Навязываю какой-то вариант, исход в соответствии со своими соображениями. И они совпадают. Получается, наши мысли сходятся. И мои геройские. И получается, нет влияния никакого. Ой, сложно. Остаться преданной миссии. Я поклялась. Чуваку на троне. Ничего не знаю. Шепот нахмурилась. Ее разом заполнили нечестивые мысли и планы. Она протягивает руку, чтобы взять книгу, но останавливается. Ее лицо приобретает расслабленное выражение. Она теряется в раздумьях. Обращаясь в черный пар, мистика отходит от книги. Ее лицо приобретает суровое, но ободренное выражение. Королева тени не подкупит никаким сокровищам, малым или великим. Ой, как-то все сложно, слушай. Я либо сама сейчас себе придумываю дополнительные какие-то слои в этом испытании, либо они тут реально есть, но все это прям не знаю. Просто какие-то такие выборы очень элементарные, что ли. То есть, да, да, я буду преданным миссии. И здесь не так, что прям сложно как-то выбирать. Просто выбираешь все в плане преданности. В плане преданности не звучит, да? Что-то херню какую-то несу. Короче, слишком подозрительно и слишком легко. А подозрительно, потому что слишком легко, да. Ансвелл. Гном и повелитель великих шахт. Просто, блин, 5 утра. Я записываю это в 5 утра, извиняйте. Если что, за мои попытки высказать тяжелые мысли и глубокие смысли... Смысли... Мысли и смысли. Гном и повелитель великих шахт Валрота настолько породнился силами земли, что его нельзя было раздавить. Однажды он спас 300 сахтеров от смерти, удерживая опору своими могучими плетями. Когда потолок обвалился, он выбрался невредимым спустя 12 лет. А что он кушал-то интересное? Эх, легенды, они имеют в себе некоторые дыры. 3% сопротивления земле оставим на ней эти 3%, потому что потом сюда бежать... О, господи, что это такое? Перчатки невроза! Ой, вот это то, что я заработаю себе в конце этой игры. Ну, это для мага наверняка. Скорость атаки возрастает, изменение времени перезарядки падает. Ну, ничего такие, кстати. Надо, конечно, будет сравнить со всем остальным, но он пока что на первый взгляд. Ну, он этот самый, синенький. Но его можно довести до фиолетового, в принципе. кузницы я что, зря, что ли, оставляю за спиной? Ой. 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 Ой, мне не нравится. Ой, мне не нравится. Светящиеся существа, светящиеся существа, известные как Девы, появляются перед вашим отрядом в глубоком, с глубоким, отдающимся в теле гулом. Они снова окружают вас. Каждая из тех, кто ближе к каждому герою, начинает ярко светиться и выносить приговор. Ой, жопа! Кейн Гундрик, твое триединство в равновесии. Мэйф Марлоу, то же самое. Эрик, твое триединство не в равновесии. Чё это? Ща минус, просто персонаж, прикинь. Рахам, твое триединство не в равновесии. Но он сомневался, он прям, там, толкал этот камень, пока ему не сказали. Ммм, интересно. Борон, твое триединство в равновесии. И Шепот, тоже в равновесии. Ну, только двое немножечко что-то. Эрик, ну, в принципе, слушай, я не знаю. Они оба, кстати, хотели взять, прям они тянулись изначально, ещё до того, как был выбор брать или не брать. Может быть, это как раз-таки это отражает. И чё, и чё теперь? Сфера энергии исчезает одна за другой, пока не остаётся одна. Она легко парит над вашим отрядом и говорит громким гласным голосом. Ваше триединство не в полной гармонии. Вы ещё молоды, вам многому нужно научиться. Вы не готовы получить наше знание и силу. Идите же, возвращайтесь в свой мир. Но не ищите нас больше. О, да камон. Жопушники. Подумаешь, блин? Интересно, а от чего это зависело? От выборов всё-таки? То есть я там сомневалась? Потому что у Борона я ответила, типа, ну не знаю, как пойдёт. Ну хотя за эльфу я отвечала что-то такое конкретно, то что... Хотя, возможно, нам тасовали. То есть нет то, что да, нет, наверное, а да, наверное, нет, знаешь, вот так вот чередовали. И возможно, и там, и там я ответила. Потому что за эльфа я отвечала, то что возможно воровство, типа, окей, если... одни... как сказать... Как там было-то, господи? Если одним нужнее, чем другим, то есть сомнения и там, и там были. Возможно, из-за этого. Блин, мне теперь интересно переиграть и посмотреть. Ну это два часа игры. Э? В древние времена, кто устали от мира, часто передавали свою оставшуюся жизненную силу больным. Блин, а вообще, если так смотри... Смотреть? Мало ли, что я там сказала, там, да, нет, наверное, главное же, как я поступила по итогу, не? Если я там сомневалась, ну, блин, мы все сомневаемся с другой стороны. Главное же, как мы по итогу поступаем. К чему мы больше склоняемся в самый последний момент, когда вот уже все, надо выбирать, не? При этом, забавно, что шепот, который хотела, блин, а, рахом, насрать на гнома, давайте мне книгу, и мы на нее повлияли, типа, у нее все окей. Но у нее я выбрала то, что видишь. Вот, кстати, можно было бы сейчас сделать выборы, вот это, да, соединиться, загрузиться чуть-чуть пораньше, и посмотреть, если бы я осталась сохранение, конечно, какое-нибудь автоматическое, посмотреть, если бы я ответила за шепот, что-нибудь другое, у нее бы что-нибудь поменялось, или это все-таки по каким-то другим моментам надо смотреть, непонятненько. Ладно, это дело с помощью обычного заклинания. Такими людьми восхищались, но никто не знает, что становилось теми, кто заканчивает свою жизнь по-доброму образу, передавали свою жизнь, ну, всего больным. Ну, 30 здоровья это не так много. 20 ман, честно говоря, тоже. Можно было бы как раз-таки Рахаму дать, у него довольно много здоровья. Давай. Конечно, это здоровье накинуто всякими колечками и прочим, ну, блин, я не понимаю, что было бы лучше, если честно. Так, ну что, смотрим. Здесь увеличивается сила навыка, шанс креточка чуть-чуть, кровотечение мы можем накинуть, оглушение падает, но добавляется урон воздуха. Не, ну, в принципе, слушай, кровотечение только подкинуть. о, я же хотела проверить, да, вот это вот. Разрубает всех врагов в радиусе 4 метров, а он сейчас 40 единиц урона, 40 процентов. Ну, в принципе, если считать сотку общего урона за сотку процентов. Ну, не знаю. Кровотечение так-то веселее. Как по мне. Наверное. с другой стороны, ослабляет броню противника на 30 процентов в течение 10 секунд. Но эффект не будет суммироваться. Либо вампирическое вот это хрым. Что тоже неплохо. Блин. Ну, давай попробуем, слушай, вот эту хреновинку поставить. Я же хотела как раз какую-нибудь вторую пушку кавриалку, чтобы сравнивать. Как раз будет шанс. Давай. Давай попробуем. Если что, поставлю тот молот, там разница в уроне не критична. Не настолько. чтобы сильно переживать по этому поводу. Эх, автоматом что-то сохранилось. Ну, ладно. Так, что-то очень какой-то большой зал и непонятно, есть ли что-нибудь хорошее или нет. Черный монолит. Жители Артары немного знают о небесах. Ни одно из представленных на монолите созвездий не кажется знакомым. А здесь что? Что? это этот гвоздь из контроля. И эти контроли тут нас нашел. Так, кнопочка отжата. Наверное, так и надо. Здесь ничего. пробивание брони важнейшая способность, требующая мастерской ковки от кузнеца и хитрость и силу от его владельца. Без первого, а второго ни шо. Чуть-чуть минус пробивания, но зато плюс себе броня. Тахайна узнает. Блин, обидно, вот этих двоих считай только, да? А все остальные прям чистенькие. Ну, хотя ладно, она не считается. Мне кажется, у него вообще там разрыв троединства просто. Его нет, его не существует и никогда не было. Так, ну подожди, пробивание брони. Изначально у кого ее меньше, его пробивание брони? Ну, вообще, пять. А у него семнадцать. Не, лучше тогда Эрику. У кого поменьше, тому и кидать, потому что, ну, мало, если меньше станет, хуже не станет. Вообще, ноль. Ну, вот эта бронька подскочит и будет сколько где-то броня-то? Будет тридцать. Да, давай. Оно в минус-то, кстати, уходит? Нет, не уходит. Лошары. Сундучишко давай. Колечко. Пробивание магнической брони. Ммм. Ну, здесь все фиолетевенькое, слушай. Манезаудар, там, вот это, вот то. Не, 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 не наш вариант. Но вот здесь, возможно, наш вариант. Пробивание магической брони подкидывается, пробивание физической брони подкидывается на десяточку. Очки здоровья, ну, не так много. Регенерация здоровья единственная. присутствует, но у нас и так восемнадцать. Давай, ладно, поставим и улучшим. Регенерацию мана поставим. Хотя у нас так ее много. Скорость движения, максимально здоровая. Давай, давай, давай его. Вот оно как раз и будет. Пойдет. Ну, кстати, смотри, если вот это вот, хотя нет, лучше регенерацию здоровья, конечно, не убирать лишний раз. Пускай будет как есть. Потому что в прошлый раз я не могу сказать, что я прям была на коне. с этой регенерацией. Было бы врагов чуть-чуть побольше, они бы меня снесли. Так, ну, в принципе. Слушайте, чувачки, вы могли бы, конечно, это самое, взять большинством. Так, схемка. Боевые техники три. Когда они появились впервые, теневые конструкты уничтожили целые армии по всей артаре. Те, кто выжил, светлейшие и сильнейшие военные умы, собрались вместе, чтобы выработать новую технику борьбы с безжалостным врагом. Были введены новые правила ведения войны, выработаны новые техники, требующие скорость, точности и координацию, вместо физической силы. Вы можете тренировать героев из оружейной до 12 уровня. офигенно. Это что, титановый щит? Не похож он на титановый. Тупо деревянный какой-то викингский, викингский, скандинавский, короче. Где он, кстати? Вот он. Так, киня. Надо, кстати, персонажа поменять. Ой, какой говно. титановый прям вообще. Ну, отражение урона 60%. Скорость передвижения падает. Ай, сопротивление. Ну, кстати, ну нет, если я уберу, прям вообще все плохо станет. Чего мне это отражение урона? Да, говно. Маш щит. Наверное. Вдруг, на самом деле, там все не так плохо, как кажется, на первый взгляд. Блин, а вот интересно, если вот эти вот девы нам больше, ну, как больше, в принципе, не будут помогать, вот интересно, есть вообще шанс хоть как-то дойти до чего-то хорошего в этой игре? Или это, знаешь, был единственный шанс, потому что они нам помогут и как бы... Ну, вы сидите, у вас три единства в порядке, мы сами все сделаем. Было бы обидненько. Будет вообще... Не люблю, кстати, когда я какой-нибудь сложно добываемый союзник или еще что-то такое. в принципе, какое-то условие, которое, чтобы получить, нужно жопу разорвать о себе и окружающим. Оно является единственным гарантом какого-то там мега-классного, хорошего финала. Ну, или хотя бы просто финала, где все закончится более-менее неплохо и хотя бы половина героев выживет. Не. Ну, посмотрим. Так, что у нас тут есть? Скорость атаки взрастает, увеличение маны и здоровья падает. Если я забью на ману и здоровье, сильно меньше там становится как будто бы нет. Потому что здесь же еще накидывается... Смотри, а вот маны сколько было? Блин, какие тапки-то были? Я потеряла тапочку! Тапочка, где ты? Так, я не вижу тапки. Тоже были какие-то зеленые, но я их чуть не вижу. Капюшончик, еще за капюшончиком. Понятно. А хотя... Ну, да, я, по-моему, ради силы навыка и поставила эту хрень. Подожди, а где тапочка моя? Я потеряла тапочку, я не вижу ее. Туба в упор вообще! Я че стояла-то? Ой, ладно, хрань с ним. Так, что за перчатки? Главное, запомнить, какие у меня стояли. Так. Пробивание брони падает, пробивание другой брони тоже. Очки маны не добавляются, скорость передвижения добавляется, скорость атаки добавляется, изменение перезарядки чуть-чуть уменьшается, шанс креточка добавляется, мастерство падает. А если вот так? Нет, да? Блин, я знаю. Шо то, шо это? Только ради скорости атаки, если и крита. Так, фиолетовый на 2, надо запомнить. Мастерство 2, сила навыка 128, 123. Время перезарядки 22 процента. Скорость передвижения, ну это ладно. Ну, шанс кайта тут, конечно, поменьше. Урон в секундушку. 44. Здесь чуть-чуть побольше маны. Здесь скорости. Ну ладно, давай вот эти оставим. Пока что. Надо, конечно, лишнее повыкидывать. Поразбирать. Так, плюс пробивание физической брони. У кого она там была нормальная? Давай Кейну. Эти описания вроде... О, сюжет, неужели? А, нет, это заметка экспедиции. Старая записька. Ваш отряд наткнулся на экспедиционный бандаж. Он покрыт горой пыли и в нем полно сгнившей до испорченного снаряжения. На нем есть надпись. Я последний из нашей группы. Я могу лишь надеяться, что остальные еще живы. Этот слив настоящий безумец. Он появился перед нами и потребовал, чтобы мы продолжали собирать для него источники энергии и существ Дева. Когда мы отказались, он напал на нас со своей магией, которая буквально высосала всю жизнь из тела Лиссы, прежде чем она упала на пол. Эта картина до сих пор не покидает мои мысли. Они пощадили меня лишь потому, что я поклялся ему вечной верности. Он пощадил меня. Разумеется, это ложь. Я попытаюсь добраться до этой комнаты, которая помогает мне успокоиться. Учитывая, что за мной охотятся и слив, и Дева, сомневаюсь, что у меня получится. Но может, что-то и получится, если я сброшу все свое снаряжение и побегу настолько быстро, насколько могу. Так и закончил свою жизнь император Уриэль Септим. Седьмой? Ой. Надел мантию и побежал. Ой. Так, вообще у меня какая-то партия такая непонятненькая. Мне надо вернуться в город и подкорректировать ее. Оружейную я же могу прокачивать, да? Лучше до пятого уровня. За полторы шишечки. За полторы шишечки. Ну, не знаю. А что еще могу? Магов могу улучшить. За 100 кузнец это не то. Выйти. Вот зал инжинир и инжинир не могу. Библиотека это задание. Ну, давай. Кеню подкачать. Или Борона. Или Маиф. Да, и Маиф она заслужила, я считаю. Чтоб все десятого были. Чтоб красиво было. Так, и теперь Форд. Что у нас тут? Что у нас тут? Да. Ну, давай скорость. И силушку. Ой, еще одна штучка. Ну, ладно. Давайте чуть-чуть в мастерство подкинем. Кошка из немога. Это уже надо ее идти кормить. А я тут с Маиф вожусь. Так, что по вот этим вот прекрасным вещам. Шанс карта еще на трешечку. Метка охотника чуть-чуть побольше. Город стрел. Некуда качать. Выстрел в голову можно. Убийственный взрыв. Урон от взрыва 20% либо сбрасывает время перезарядки при убийстве. О, вот это нифигу. Грубо говоря, чуть-чуть снимаешь здоровьюшка врагу. Так, примерно, прикидываешь, оно снимало 1300. Сейчас будет немножко побольше. Смотреть там сколько осталось и просто добивать. И фактически оно не будет перезаряжаться. Оно тут же будет доступно еще раз. Но это нужно, конечно, выверять немножечко. Взрыв, это, конечно, Хотя, кстати, взрыв на 3 метра. Ну, постоянно вот этими хреновинами фигачить, если высчитывать точный момент для выстрела, чтобы сбрасывалось перезарядка. Мне кажется, это будет намного эффективнее. Главное, высчитывать этот момент нормально. Это, конечно, может быть сложно, но мне кажется, оно вполне стоит того, чтобы попытаться хотя бы. Ну да. Все, возвращаемся. Заодно сейчас и проверим. Здесь, кстати, дополнительное задание еще одно. одно сражение, которое сейчас ждет впереди, очевидно. И сундучок. Так, давай вот так сделаем. Ну, я прям не знаю даже. Мне теперь нравится Мэйф обратно, что делать, как быть. Мне вот как-то в последних вот этих локациях, где много конструктов сопротивляемости к пустоте которых оставляет желать лучшего. Наравится все-таки большому пока партию. Еще бы сюда и шепот, но, блин, хилер нужен и как бы здравствуйте, Эрик. Не, можно было бы без него выруливать как-то на регенерации на боляха, не на максимальной сложности. Я чуть не готова к таким совершениям. Вообще, сколько мы тотемами пользуемся, да? То есть, один Кенни не вырулит, мне кажется. так, ну давай. Ой, они аж крясненькие. 28 тысяч здоровья, это шо? Ой, только без порталов. Нет порталов? нет порталов, хорошо. Ой, сейчас чекну. Эхи! Эхи! Давай. Так, вырубаем скорость, слишком рано я это сделала. Ну ладно. Ну что? Слушай, ну прям такие босяшечки. Прям босяшечки такие, мини-босяшечки. Так. Включаем рассечение, забрасываем бомбами, кидаем топоры. Кенни, что там у тебя есть? Можно подгрести поближе и бахнуть слабость. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Эрик, 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 стоять, 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 стоять. Очень опасно. Охренеть, чуть не профтыкаль. Вот как? Вот как без тотема? Как без хила? Скажи, а? Одним кенни и сыт не будешь. Ладно, эти, в принципе, отвлекаются нормально. Потому что нихрена они жирные. Ой. Ну, с другой стороны, как бы, стоит ли удивляться? А я тогда не пройду из-за... Мне бы бахнуть, что я могу сделать вот так, в принципе. И слабость на всех, короче. Кровотечение на этих. И продолжать бить вот этого. Чуть-чуть как-нибудь. Вот так. Вот так. Кения что-то как-то странно держит. Вроде держит здоровье свое на приличном уровне. Но прямо из последних сил, что называется. не будем пока ничего делать. Главное последовательно. Не распалять силы. Делать все потихоньку и не забывать следить за здоровьем. замедлить вот эти, потому что... Это же замедление, да? Немножечко рассечения кинуть топорками. Ну, прыгнем аму на голову еще. Кенечка, держись, держись. Держись, родненький. Так, вот так сделаем. Ослабить его, не ослабить его. Лучше, подойти сюда, чтобы ослабить еще и вот это. С другой стороны, слабость там, по-моему, до конца боя, да? не. Полечимся от греха подальше. Ну, смотри, кстати, как хп-шечка сразу улетать начала. Вон, что слабость животворящая делает. Животворящая слабость. В лучших аптеках страны. Сюда поставим толпенчик. не критично, не так прям ножен, но у тебя будет. Так, слабость, 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 слабость. Не дотягиваюсь до второго черта. А подожди, ешечка, давай. Ну, ковыряем, просто ковыряем. Нужно было бы еще вот так сделать, и вот так вот сделать, и вот это, чтобы прям вообще хорошо было, и отгрести, все желательно. А, уже не отгребу, а я своего, так сказать, не буду, товарища, этой прекрасной. Не, нормально, парни лихая ранее. Хорошо. Еще с неловкой получилось бы, конечно. Самую малость. Так, ну, закидываем, просто закидываем. Еще бы отойти, конечно, куда-нибудь. Внутри хотя бы даже. Хорошо. А вот, вот это плохо, вот это вот, мне не нравится. Это что такое? Можно выгрести отсюда? кофе-то. Это что-то было? Что это такое, а? Ну-ка, лечись. Все, бьем одного. Добиваем, я бы даже сказала. Не отвлекаемся. Замедлить еще до кучи. А, может, с них замедление просто упало, поэтому они начали активнее бить, поэтому типа урона стало больше. Возможно, возможно. А может быть, и нет. Еще славить, давай. Ну, хотя, это так не работает. Это так не работает, не знаю. Мне так спокойнее. вижу, загорелось, нажимаю еще. Медленно. Темничка, бомбочка. Кровотечение на роботы, почему бы и нет. Три точки, три точки полетели, смотри. Камнями закидать. Замедлить. Топором в лицо. ускориться, кинуть бомбу. Нападать слабость. Рассечением. Топором с рассечением. Отгрести, потому что в лицо летит уже все. Пускай энд ловит. Ой, нефигиси. Э, слышно, честно. Энта поставит за спину. Так, что я могу сделать еще? Ну, клетка бессмысленная. Давай, сингуляшечку. Чисто потому, что она урон наносит. Потихоньку. И бомбу. И кровотечение я хотелось бы. Не давай ослабление, а потом кровотечение. Красаванта. Замедлить немножко. Опор в лицо и дальше фигачить. Ускорение. Что еще могу сделать? Высечение так, наверное, бессмысленно. Сейчас уже под конец, но чуть-чуть быстрее будет делать. Давай топорики. Еще немножко кровотечения. И все, в принципе. Уу, тапочки. Это что такое, господи? Ваши герои подходят к концу этого разоренного этажа. Собираясь вокруг лестницы, ведущей в глубину башни, ваш отряд останавливается в замешательстве. Чем вы все так опечатлены? Я держала же его в своих руках. Количество адамантина достаточное, чтобы изменить судьбу гном его рода. Не глупи. Это была ложь, обман. Просто извращенное испытание, ничего больше. Так это все было иллюзией? Я бы хотела напоследок побеседовать с одним из этих болтающих шариков энергии. Посмотрим, что он испытает, когда мой топор его рубанет. На давай. Не будет так недальновиден. Может, испытания и были, иллюзии, но это не значит, что они не были настоящими. Правда, в нас самих это было поучительно. Вот да, и о том же, потому что правда в них самих, по сути. Они сами по себе делали выбор. То есть, Рахам и Эрик, они уже тянулись ручонками своими загребущими. Хотя и шепот, честно говоря, тоже. Поучительно. Извлекать личные мысли и заставлять нас участвовать в непроходимых испытаниях, это явно не то, как ведут себя союзники. Соглашусь с мастером-кузнецом. Дева наши враги, и мы должны подготовиться к встрече с ними на поле боя. Нине ваших героев относительно испытания Дева явно разделились. Ой, только не говори мне, что нужно будет сейчас вот этим опять заниматься и пытаться помирить их. Они не только тратят время на бесполезный спор, но и могут обидеть Дева, что может привести к ненужным конфликтам. Башня ждет вас. Все, что вам нужно сделать, это использовать ваше влияние и выбрать надлежащий курс действий. Ой, за... Да. Дадите ли вы отряду самостоятельно принять решение или сделаете это за них? Блин, им нужно выпустить пар, камон. Но шить, что испытания Дева были даны нам как союзникам, чтобы лучше понять новых друзей. Но шить, что испытания были нужны, чтобы найти наши слабости и что Деву нельзя доверять. Позволите отряду принять решение только... Да, давайте, принимайте там как-нибудь сами заманали уже. Учитывая, что Дева превзошли личное я и социальные статусы, еще один конфликт с ними кажется сомнительным, несмотря на нерешительность ваших героев. Вы позволяете им самостоятельно принять решение относительно этих странных существ. Спор продлился недолго, и большинство героев согласилось, что испытания были способом выявить слабости ваших героев. Я, кстати, в принципе мне нравился этот вариант, но пошли бы они в жопу, надоели. Выбираешь за них, они возмущаются, не выбираешь за них, они тоже возмущаются. Че им надо? Пускай разбираются сами, делают, че хотят. Я умываю руки просто. Для выгоды этих недоброжелательных существ. Я всю жизнь изгал, изгал, изгал альмантины не нашел. Ну как, хотелось бы. Никакой союзник никогда бы не стал трясти им у моего носа словно морковкой. Как бы это не воспринималось, это просто манипуляция, ничего больше. Именно. Дэва может и превосходит нас по развитию силе, но мы не дети малые, чтобы нас таскать за уши. Пусть проваливают из этого мира. И если мы еще раз на них наткнемся, то устраивать испытания теперь будем мы. Какая-то гарантично, конечно. Ну что-то мне подсказывает, что вас разорвут, ребятушки. Так, древний сундучок где-то там он лежит. Вот тут он лежит. Какая-то шапочка странная. Давай испытания новые открываются. Элитные боевые михи, зашибись, всегда мечтала. Так, ну слушай, энерголуч меня куда-то прям вынести должен. А это уже спуск на новый этаж. Вопрос. У меня там было еще два портала. Наверняка там окончание какой-то побочной сюжетки и еще какой-нибудь один сундук. Но это нужно прям вернуться туда. Что за энерголуч? Белый луч вырывается из одного кристалла и исчезает во тьме наверху. Это источник энергии, способ связи. Не имея никаких способов исследования точно определить это невозможно. Надо повключать, наверное, всю кнопочку. Всю кнопочку повыключать, которая только есть. Я вот только не помню, вот в этот разлом мы откуда попадали. Вот отсюда откуда-нибудь. Я просто сейчас телепнула зубы, наверное. Как-нибудь. Хотя нет, не получится. Ах, боже, как бесит. Ну, там, наверное, надо было погасить все-таки кнопушки. Может быть, вот эти два разлома дали бы мне прийти куда-нибудь сюда. Или еще куда-нибудь. Ой. Ладно, давайте, знаете, что сделаем. Так как серия так уже длится час, спуск на новый этаж в принципе здесь, но прямо туда идти вот так вот смело замечательно было бы, наверное, не таким шагом, потому что нужно закончить с этим этажом. За кадром я сбегаю, понажимаю кнопочки, попробую что-то сделать с этими двумя порталами, если это возможно, потому что кнопочки здесь не просто так. если приду к какому-то приятному исходу, собственно, сообщу об этом в начале следующей серии, а если нет, ну, может быть, потом как-нибудь, когда не будет ленива. Но в любом случае, в следующей серии мы с вами двинемся уже на новый этаж, и это не может не радовать. Надеюсь, что это радует вас не меньше моего, потому что едите очень душный этаж немножечко так с этими испытаниями. Ненавижу, когда какие-то неписи, враги и союзники кто угодно ставят тебя перед какими-то выборами, оценивают тебя. Блин, как они смеют собаки. В любом случае, спасибо вам за внимание. Не забывайте ставить пальчик вверх, если нравится все, что вы видите, или хотя бы большая часть этого. Не забывайте про ссылочки в описании, группа, твич, вот это вот все. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. Пока-пока.